Здравствуйте, меня зовут Алексей Захаров, я представляю сайту zibu.ru и организацию SWS2000. Мы занимаемся новыми и бывшими в употреблении ультразвуковыми сканерами. Сегодня в нашем обзоре сканер Siemens J60S. На данный момент его можно отнести к среднему классу. У него идет монитор 15 дюймов с электронно-лучевой трубкой в базовой комплектации. У нас он заменен на жидкокристаллический, в силу того, что трубки уже являются устаревшим вариантом. Управление у него полностью на английском языке. Имеется дополнительная панелька управления. Она не является сенсорной, она управляется при помощи этих кнопок. Высота панели управления не регулируется. Датчики доступны конвексные, линейные, позированные, микроконвексные, внутриполосные, карандашные. Они все у нас японского производства. У аппарата три порта для подключения датчиков. Они все активные. Дополнительно можно еще для карандашного датчика порт активировать. Есть выход по ДКК. Это ниша для расположения термопринтера. У прибора также есть сбоку CD-9 дисковод для замеси дисков. Прибор поддерживает стресс-эхо. БМ-режимы. Режим цветного доплера, энергетического, импульсно-волнового и постоянноволнового. Внизу под панелью управления находится выдвижная клавиатура. Фазированный датчик от 2 до 4 МГц. БМ-режим. 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 Цветной доплер Постоянно волновые Линейный датчик 5-10 МГц 40 мм Сонная артерия Цветной доплер Импульсная волновая Сонная артерия Сонная артерия Отправленный энергетический доплер Конвексный датчик От 2 до 6 МГц Абдоминаль Почка Печень Цветной доплер Энергетический Направленный Сонная артерия Поскольку прибор С таким соотношением цены и качества Вполне конкурентоспособен на рынке Аналогичная модель По визуализации Сейчас будет стоить В 2-3 раза дороже В зависимости от производителя Ну и также Не стоит забывать Про высокую надежность Сборки данных приборов Проверенную годами На этом все Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Будем готовить новые видео Специful Подписывайтесь на наш канал Продолжение следует... Продолжение следует...